Ну, в принципе, я только узнал сегодня, товарищ позвонил, я уже на льду был, он позвонил, что в интернете вычитал, что с сегодняшнего дня, по-моему, запрет какой-то. Должны запретить выход на рыбалку, но мне кажется, что можно, что вот лед 50 сантиметров, а ну шелуха-то 4 сантиметра, 3-4 сантиметра, что пока, я думаю, безопасно. Вот здесь пока еще недельку можно, но если еще будут дожди и тепло, то не стоит выходить, что лед будет вроде бы толстый, но он уже рыхлый. А вы попробуйте просверлить, вот давайте для меня две лунки просверлить. Давайте, давайте, веселей, веселей. Ну как, лед тонкий? Нет, не тонкий. Пугает? Меня нет. Интересно, кто устанавливает, но они же видят, что лед какой, еще толстый. Обычно, когда он 15 и меньше, вот это уже да. Но сейчас еще рановато было, конечно. Ну, пока еще не страшновато. Сантиметров 30 лед есть. Ну, через недельку точно уже нечего. Здесь-то, скорее всего, особо проверки не будет, а может и будет. Ну, что такое проверка бояться? Люди же, которые там ходят, они же не желают зла, правильно или нет? Они просто предупреждают, ребята, подумайте. Ну, в зависимости от погоды. Придешь, посмотришь, ага, видишь, что, например, уже нельзя ходить, не пойдешь. А я не слышал, поэтому не знаю. Так лед хороший еще. Уже вон Комсомольское озеро, уже вскрыта вода. Бери летнюю удочку и делови. А зачем рисковаться? Неделю, так и что, точно можно. Во-первых, нужно с жилетом выходить уже. Соблюдая технику безопасности, как в любом деле. Не будем рыбачивать долго, до конца недели. Ну, еще же сказали в прогнозе, что возможны морозики. Там, где течение, там, может, опасные такие места. А где стоячая вода, озеро, водоем, 30 сантиметров еще пробурит проблему. Лучше не лениться, можно взять с собой пешню, пробивать перед собой дорожку. Пробил, метр прошел.